Здравствуйте, с вами Фреймистер и Гранный Вивент! Мы закончили с вами на том, что получили сапоги от собаки! А что мы еще сделали в прошлый раз? Ну-ка, ну-ка! Узнали, что циркачи сильно напакостили и помогли циркачам, в том смысле, что одного из них действительно как завора нашли, и выдали его властям, прямо скажем, его выгнали, и он наверняка теперь будет мне мстить. Теперь я должен отдать циркачам обратно записку, ну а еще так же я пытался найти кинжал, который потеряли двое мальчиков, но найти я его так и не смог. Черт его знает, где он находится. Привет, парень! Может быть, теперь, когда я узнал, что вот здесь у судьи не просто больной, так сказать, сын, но еще его как будто поимел, простите за выражение, дьявол, может быть, теперь вот только я это знаю, солдат, который говорит мне, неужели, может, меня пропустит, а я ему могу сказать, что я знаю, что Равик одержен демоном, и я знаю, как помочь ему, но сначала мне надо увидеться с ним. Неплохо, не правда ли? Ну, тогда, ладно, можете пройти. Обалдеть! Это все? Не хотел бы я такую стражу нанимать. Как ее легко обойти? Это просто что-то с чем-то. Так, это, поросенок, ты ничего не хочешь мне сказать? Нет? Ты не хочешь дать мне свои поросятины? Нет? Ну ладно. Как это называется, ну-ка, погодите, ветчина, это, простите за выражение, чье мясо? Поросенок какой-то, действительно, он очень странный, особенно не текстуристый, скажем так. Есть уже две двери, в которые я якобы могу войти, а это что, это дверь? Не похоже на дверь. А вот там, а вот это тоже дверь, начнем с этой. Никто не отвечает, гады. Продолжим этой, только где она? Вот этой. Никто не отвечает, гады. И закончим этой. Разумеется, я сразу войду, просто потому что... Кто там? Что ты, ты еще и разговаривать будешь? Ё-моё, видимо, это какой-то уж, очень уж, как это сказать, главный квест, главный квест. Меня зовут Аговен, я пришла помочь. Как ты попала внутрь? Я приказала охране никого не впускать. Я знаю, как помочь вашему сыну. У моего сына осталась только одна надежда, и это не ты. Но, возможно, я ошибаюсь, и ты правда можешь помочь. Входи. Ё-моё. Здравствуйте. Ну, как ты собираешься помочь моему сыну? Я пришла не к вам, а к Равику. Где он? Мне нужна его помощь. Жесть. А как я действительно собираюсь помочь ему? Так, лучший охотник. Вы сказали, что кто-то мог бы помочь Равику. Кто это? Я хочу это спросить. Вы сказали, что кто-то мог бы помочь Равику. Кто это? О, мы не можем связаться с ним. Мы уже послали двоих, но никто не вернулся. Я пришла не к вам, а к Равику. Я поеду к нему. Скажите мне, где его можно найти? Хм, куда ты хочешь поехать? Мы послали двоих, но они исчезли без следа. Жизнь вашего сына зависит от того, скажете ли вы мне, куда ехать. Ладно. Тебе нужно ехать в Гренегар. Там живет целитель по имени Ангсил. Скажи ему, что тебе нужно изгнать демона из тела человека. В Равика вселился демон? Кажется, да. Он так измотан. Он пытается бороться с ним, но, боюсь, он выдержит недолго. Тебе лучше поспешить. И прошу, возьми это кольцо. Оно поможет тебе, когда нужно будет защитить себя. Вау, что за кольцо ты мне дала, женщина? Шучу. Ну, вернее, не важно. Так, ущерб от огня и выносливость. А что еще за кольцо у меня есть? Матери Равика. Подарок Матери Равика. Это кольцо увеличивает ловкость и выносливость. Но непонятно, насколько. А у меня есть сила, да? Да, я, пожалуй, сменю на ловкость и выносливость кольцо силы. Почему бы и нет? Но мне вот что интересно. Может быть, вы все-таки пустите меня обратно к Равику? Во. Прошу, быстрее найди целителя. Горячка недолго продлится. Черт, она не хочет со мной больше говорить. Но я думаю, что тоже начинать разговор с того, что «А ну, пустите меня к Равику, мне нужна его помощь», это как-то неправильно, что ли. Поэтому ладно, ладно. Несмотря на то, что я совсем не поднял нужные варианты разговора, ну, вернее, возможные варианты разговора. Но, тем не менее, сделал выбор, который я сделал бы в реальной жизни. А это в РПГ чаще всего, лично вновь, по крайней мере, больше всего ценится. Что еще могу здесь сделать вообще? Мне все еще нужно найти сына, нужно найти кинжал. Я был бы не против найти тот сундук. А что еще? Ага, а еще, да, да, помню, насчет сына надо... Ага, и также передать это чертово сообщение. Интересно, может быть, их дурацкий кинжал вообще здесь лежит? И не зря кипишуют. Кинжал, ты где? Тут тебя нету? Кинжал, нет, нету. Какая жалость? Кинжал, как ты мог оставить нас всех? Бред, парень, ты что-нибудь знаешь о том, что мне надо? Нет, ты ничего не знаешь ни о чем, что мне надо. В таком случае, сейв, я путешествую для начала к циркачам. Что особенно любопытно, с недавних пор мне стали очень часто встречаться оборотни. Попробуем голову с плеч, хотя, скорее всего, лучше было бы задний удар. Мдаааа. Голова с дурацких плеч, к сожалению, не отняла ему достаточного урона. Но, с другой стороны, и он мне урона почти что не нанес, так что добили и пошли дальше своей дорогой. Все просто. А вот такие бои меня особенно убивают. То есть, когда я вам сказал, что оборотни стали появляться, я имел в виду, наверное, что это вроде такого боя. Ну, ни хрена ж себе. Видите, ренегат с двадцатью тремя защитами и два оборотня. Два. Ну, тогда мне просто необходимо задний удар на один из них. На одного из них. Ну, вы поняли. И на этого тоже, наверное, задний удар. Хотя он не успеет пройти, блин. И все лучше, чем дурацкая колотая рана. Хотя, погодите, неужели... Мой задний удар успел пройти. Яс, АБХС. Комбо на тебя. Просто потому, что я могу. Нет, да ты промахнулся. Ну, разумеется, наверное, твои дурацкие шмели меня запусают. Но, хотя нет, нет, надо же. Обалдеть. Хотя эта гадость до сих пор летает вокруг меня. Ну что же, я тебе пришел, я очень надеюсь? Да, я пришел. Слушай, я принес тебе записку. Вы передали письмо мэру. Ага. И он просил... Тьфу, в смысле, передал вам разрешение на вступление. Или выступление. Короче, на то, чтобы заходить в Милдрю. Я такой... Какая замечательная новость. Он разрешил нам снова выступать. А, в этом смысле выступление. Он даже вернет нам наши деньги. Большое вам спасибо. Пожалуйста, возьмите этот маленький символ моего счастья. До свидания. Что ты дал мне? Издание выполнено узнать. Ну, давал мне какую-то хрень, короче. Ладно, не важно. А ты что, Ник украл статую? Я тоже подозревал. Угу. Ладно. Ладно. Что ж ты мне дал такого интересного? Причем там был какой-то сверток еще, пускай с ним. Может, под свертком была, на самом деле, не свертка какая-нибудь. Вот, хотя бы вот этот вот пузырек. Вот, честно говоря... Хм... Вы знаете, я еще одну вещь хочу спросить. Может быть, я уже буду знать, или, может, вы мне не ответите, я не знаю. Но вот здесь вот есть, например, пузырек точности, который повышает силу всех ударов оружием. А есть также малый пузырек ловкости. В деле повышает ловкость на 3-6 очков действует... Что? А, действие пропадает после сна. Во, вот это интересно, кстати. То есть вот это вот, понятно, после сна пропадает. А вот это вот, непонятно. Хм... И вот это вот... Повышает сопротивление магии огня. Ух, кстати, хорошая вещь. И опять же... В некоторой одежде было что-то написано про какую-то магию. Но тоже вот непонятно было. Повышает оно сопротивление? Или же, возможно, повышает оно все-таки урон? На поле было больше написано именно урон, но... Черт его знает, их же не разберешь. Мм... То есть, например... Нет, здесь ничего нет. Выносливость. Вот, ущерб от огня. Вот, повышает ущерб от огня. Может быть, повышает защиту от огня все-таки? Есть ли у меня показатель защиты от огня? Или же показатель урона от огня? У меня есть показатели магии, атаки, защиты и прочей фигни. Убеждения все еще нейтральны. К сожалению. Ммм... Что еще? Атака, защита, ущерб. Опыт, следующий уровень, деньги. Ну и восприятие интеллекта и всякая такая хрень. Ммм... То есть, показателей защиты или же урона какой-то стихии у меня нет. К сожалению. Ммм... В общем, приемы с дубиной и торговля. Другими словами, у циркачей больше нет ничего интересного. Черт! Это обидно. Даже очень. Пойду гулять. Что же, я пришел к границе Гренигара. По-моему, город очень даже большой. Мне даже, честно говоря, хочется всячески обходить его стороной. Просто потому, что мне же сказали, что где-то здесь живет парень, который походит по описанию на того парня, который, скорее всего, все-таки похитил, наконец, сына кузнеца. Правда, с какого перепугу он должен был похищать сына кузнеца? Да, по-моему, это остается крайне странным. То есть мы про него вроде ничего не знаем. То есть вроде как не педофил, прости меня, это самое... М-м-м-ма-ма-ма-ма-ма-я это аудитория. Вот. Соответственно, маловероятно, чтобы он прям-таки был сильно заинтересован в похищении маленьких мальчиков. Ну, ладно, может, я найду его и спрошу его об этом. Ай, здешняя местность, это жуткий, страшный, чудовищный лабиринт, который, более того, еще и заполнен очень опасными всякими тварями, вроде вот этих вот. Эх, хоть одну из них я завалил. Остальные те еще сволочи. Ё-моё, я что-то нашел, это что-то стрёмное, по-моему. Ой, оно собирается со мной драться. Ой, у него 350 жизней. Ё-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж. Козирог. Самое лучшее название для этого чудовища. Что ты можешь сделать, козирог? Ё-о-о. Это что, какая-то оборона особая? Э-э-э. Он нажрался кирпичей, простите. Ну, 41 кое-как я ему нанес. Я думаю, я продолжу бить его комбо, почему бы и нет. Ай, ай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Одна жизнь. Мне осталась одна жизнь. Не надо было давать ему кушать камни. Дурацкий козирог. А если задний удар, нет? Ну, все, сейчас он меня завалит. К сожалению. М-да. Прощай, козирог, ты был жестким противником. Ладно. Да, дайте я просто возьму и загружусь в таком случае, блин. А-а-а-ай. Козирог. Обалдеть. Все, я сваливаю от вас. Козирожи, ты морда. Попробую сходить в этот конец этого лабиринта. Я же говорил уже, что это лабиринт. И что-то еще странное я встретил, очень странное. Оно дымит. Ну, что это? Неизвестно, неизвестно. Возможно, потом с этим будет связан какой-нибудь квест. В любом случае я нашел дымящийся куст. Обалдеть. Помню, в какой-то относительно познавательной передаче был рассказ про горящий куст, который действительно по каким-то неведомым мне причинам загорается, а потом, возможно, даже сам как-то тухнет или что-то в этом духе. И это даже как-то обусловлено, и вот он так живет. Вот что-то такое. Ну, конечно, странно, своеобразно и необычно. Ух ты ж, е-мое, еще один фонтан. Что за фонтан? Здесь сказано, вода, освещенная завоевателями исхода Агата. Что за исхода Агата? Я буду ее пить или нет? Ну, возможно, это, опять же, для квеста, и, возможно, этот квест как раз связан с той Агатой, о которой мы уже что-то там знаем. Ну, не Агата как женщина, а Агата как какое-то место. Все еще хочу всячески... Блин, он по мне... А, нет, нет, он меня не первым ударит. Но толку от этого? Толку-то от этого же? А, ну, всегда бы ты наносил мне такой урон, дорогой мой паренек, блин. Жалко, это потеря крови не отнимает 10 урона. Сдох бы от потери крови уже что-то. Жесть, какой странной смерти я желаю всем этим обратням. А, фуф, уже испугался, думал, там странная тварь стоит. Я думал, сейчас с ней сражаться, а нет. Всего лишь с идиотским волком. Ну, идиотского волка, как вы все прекрасно знаете, я убиваю по-идиотски быстро. Неодно... То есть, наоборот, однозначно. Сейв, и давайте посмотрим, что это и где это я. Странно, какое-то... Какое-то, вроде даже немного обжитое место, но никого нет. Хм, непонятно. Побродивши вокруг этого города и прямо-таки, скажем, прокачавшись, я пришел к выводу, что не будет большого вреда, если я все-таки зайду внутрь и полялякаю пока что здесь с людьми. Например, с тобой. Чего ты со мной не хочешь разговаривать? Ладно, тогда я просто войду. Что случилось? Вы меня не будете останавливать? Старейшина отменил свой запрет на вход в город. Вы можете спокойно пройти. Обалдеть. Кто бы знал, что так все обернется. Не правда ли? Взяли и отменили. Вот гады. Главное, мне кажется, что этот город... Да, точно, этот город совершенно однозначно гораздо более подделан, чем другой город. Мост. Че мост? Ну, мост. Мост. Я и без вас догадался бы, что это мост. Блин. Я никогда раньше не видел вас в городе. Меня зовут Аговын. Что вы здесь делаете? Я владелец стрельбища. Я чего предвижу или че? Непонятно. Короче, он подделывает стрельбу по мишеням. Что? А, из прощи. Ё-моё, я уж был успораж. Ну ладно. Стреляйте вон туда, по мосту. И мишень вернется. Это самая шизофреническая фраза, которую я только слышал за последнее время. Жесть. Так, где я могу найти целителя? Что мне надо, чтобы стрелять? Игра за деньги. А где я могу найти целителя? Я не туристический яиц. Спроси кого-нибудь еще. Ну ты сволочь. В таком случае иди нафиг. Я с тобой пока что разговариваю. Ой, ё-моё. Более того, у них такая же штучка? Это не просто так. У всех этих городов одинаковая штучка. Я видел такую же штуку в Милдере. У нее в руке маленькая магическая статуэтка. Эй, я Гавейн. Чем я могу вам помочь? Могу ли я найти... Вернее, где я могу найти целителя? Вы найдете целителя у скал. Идите в центральному зданию. Поверните налево. Дальше вверх по лестнице. Потом пройдите направо. Он за первыми дверьми. Что в камне. О, как. Ё-моё. Как все запутано-то, а? Ну ладно, а что вы здесь делаете? А я здесь на дежурстве. Что это статуя? Статуя Сартана какого-то. Они... Стоп. Она была создателем в лучшие дни империи. Хотя говорят, что в ней заключена магия, которая помогает нашему городу. Ух ты, у вас у всех так говорят. Интересно встретить город без статуи. Неужели это будут одни сплошные руиды? Ай. Здравствуйте, народ. Да я тут, оказывается, аж в магазин зашел. Помним, помним. Как же, как же ваш скромный, уютный уголок. В бочке какая-то жидкость. Похоже на масло. Мне, может быть, потом пригодится это чертово масло. Было бы нехорошо. А ты что мне скажешь? Что им угодно. Почему вы не трясете... Что? А, не трясете голов... Не, трясете головой над этим мечом. Даже не спрашивайте. Меня не было один день. А мой подмастерье все здесь перепутал. Что он перепутал? Он перепутал два оружия. И отдал мне то оружие и не тому покупателю. То, что осталось у меня, принадлежит фриджу и не стоит ни медика. Че? Ну, не важно. Хуже всего то, что Райвен... Кто-кто? Отшельник. Заказал у меня этот меч. А мой подмастерье сдал его фриджу. И теперь тот утверждает, что этот меч его. Ух, если бы я мог добраться до этого, в общем, сына. А почему просто не отберет меч у фриджа? Он не отдает его мне. Я не хочу за... За что? Затевать с ним драку. Потому что его родители весьма влиятельные люди в Гренгре. Ну, кто же, ё-моё. В общем, понятно. Опять же фигурирует этот отшельник. А это значит, что... Мне так или иначе придется с ним связаться. Хорошо. Значит, что вы дадите мне, если я верну меч? Ха, и лучше следить за работой своего подмастерью, простите меня. Да, я больше не буду. Расскажите... Действительно, расскажите мне, пожалуйста, о Риверне. Риверн живет отшельником уже несколько лет, но он часто приходит в Гренигар, чтобы пополнить свои запасы. Вы сможете найти его к северу от Гренигара. Он уже давно здесь не показывался. Надеюсь, с ним не случилось ничего плохого. Вот видите, его даже в Гренигаре уважает точно не педофил. Вам нужно лучше смотреть? Ну да, это да. Расскажите мне... Это я уже спрашивал. Сменим тему разговора. Мне интересно, что даете мне, если я верну этот меч? Я ничего не смогу вам дать. Что, что, что? А, времена нынче трудные. Я сам едва держу концы с концами или свяжу. Если принесете его мне, я найду способ, как вознаградить вас. Угу, это хорошо. Вам действительно нужно уследить за работой своего подмастерья. Не беспокойтесь, я уже уволил его. Сейчас он работает в гостинице. Угу, все, я больше не осталось в этой гостинице. Там этот урод. Ай, расскажите мне, я уже спрашивал. А может быть, еще? О, он еще что-то новое скажет. Живет отшельником? Нет, ничего нового. Но это даже хорошо, что его можно несколько раз одно и то же спрашивать. Давайте сменим тему разговора. Больше... Действительно, хотел бы узнать больше о Гренигаре. Что вы хотите знать? Какие магазины я могу здесь найти? Кроме моей ожужельной лавки в городе есть целитель и гостиница. Где я могу найти целителя? Ну, это он, да, в пещере, на холме. Сменим тему разговора. Ну, все, есть только торговля и больше ничего. У него есть любопытная штука. Рапира, опять же, которая дает силу. Но я не думаю, что она мне сильно нужна. Опа-на. А вот это уже интересно. Дубина улучшает следующее качество. Ну да, очки ущерба. Вы знаете, я хочу эту дубину. Даже очень. Сколько она стоит? Она стоит 291. Кстати, забавно, что она стоит меньше, чем рапира. Черт побери, я хочу эту дубину. Я возьму эту дубину. Большое спасибо. Посмотрим потом еще, что я могу с ней, так сказать, сделать. Ну, вернее, как я смогу ее улучшить и всякое такое. И даже больше вам скажу. Возможно, я сейчас прямо этим займусь. Да, давайте я пока что отлучусь. Постараюсь улучшить дубину. Ну, во-первых, вообще возьму ее в руки, дабы прокачать. Да у моих любимых оружия дубина, блин. И это самое. И чертова рапира. А, но кто меня учил дубине? Дубине меня, по-моему... А может, и этот парень тоже учил? Я забыл уже все. Действительно, ни черта не помню. Ладно, короче, постараюсь изучить дубину раз и найти этого отшельника два. И я получил новый уровень. Как это удивительно. Вернее, ни разу не удивительно. Я возьму, пожалуй, побольше силы на этот раз. Тупо. Потому что, в принципе, любое оружие, которое я беру, больше все-таки делает уклон не на ловкость, а все-таки на силу. Поэтому давайте сила плюс три, две сюда, одну выносливость и все-таки одну ловкость. Как-то так, я думаю, было бы нормально. Это мы все берем, берем, берем. А это что у нас дает? Ущерб ото льда. Опять же, непонятно все-таки, блин, повышает ли мой урон, если я бью льдом. Или повышает защиту. Ну, мы решим, что все-таки урон и не будем его брать. Опять же, было бы хорошо, если повышала бы урон любым оружием ото льда. То есть, прибавляла бы лед к атаке любым оружием. Тоже было бы мощным. Кстати, хочу вам показать более-менее эту самую дубину, как я ей пользуюсь. Кстати, сейчас затокал, по-моему, не того совершенно парня, которого надо было бы. Ну, собственно, и черт с ним. Зато я смогу его добить даже до атаки этого парня. Попробуем шандархнуть его по голове. А-а-а, он даже промахнулся, вот это мощно. Бабах по голове. А, мне кажется, еще один удар по голове уже вынесет его просто нафиг. Дубина бьет гораздо, гораздо быстрее. Ну, как дубина? Ну, я бы сказал же... Она, конечно, здесь так называется, но я бы сказал, что это, ну, не знаю, посох. Вот. Она бьет гораздо быстрее, чем меч. И иногда это даже гораздо выгоднее, чем меч. Правда, меч, с другой стороны, имеет комбо-атаку, которая очень и очень сильно бьет. То есть, зацените, вот сейчас вот я не уверен, но, возможно, я смогу его даже убить в один удар. Но это если у меня сейчас будет... Нет. Нет. Не смогу. Ну, у него защита. Якобы это такая отговорка у меня, да? Ну, зато за два удара кое-как я его утолкал. Не знаю, не знаю. Теоретически у этого оружия больше атака, и у него однозначно больше защита. Возможно, сейчас я смогу выучить какие-нибудь классные... Ё-моё. Стойте, не двигайтесь. В смысле? А чей-то он... Чей-то он... Что-то у него с текстурами. Ну-ка, ну-ка. А чей-то он сказал, стойте, не двигайтесь. Что за хрень? Так, ну-ка, я пока что закончу разговор, выйду. Сохранюсь, чтобы мне не вылетала игра из-за этих глюков с текстурами. Стойте, не двигайтесь. Директор. В смысле? А-а-а! В смысле, мне нельзя туда идти, потому что они там отрабатывают... Приемчики, все, понял, понял. Действительно, вижу, вы клево общаетесь с дубиной. Действительно, да, говорит, я могу защитить себя. А я хотел бы улучшить свои навыки владения дубиной. Я могу научить вас дробилки и фан... Тастики. Ё-моё, фантастика и дробилка. Ну-ка, давайте изучим дробилку. Очень хорошо, это обойдется вам в 95. Легко, забирай. Хорошо, ну и... Ну-ка, давайте, кстати, посмотрим. Так, бум. Получилось что? Попробуйте расслабиться. Это поможет вам тренироваться. Что-то такое. О-о-о! Вау! Вот это мощь! Кажется, я освоил этот прием. Да, на этот раз неплохо. Теперь я умею дробилку. Мечи вокруг меня полетели. Что ж, я еще хочу кое-что выучить. Хочу выучить фантастика. Уже за 150, наверное, очень мощные вещи. Конечно же, я хочу изучить этот прием. Хорошо, ну... И она такая опять, бум. Нет, что-то не то. Попробуйте расслабиться. Самое главное. Вау! Ну вот это, конечно, фантастика. Действительно, кажется, я освоил этот прием. Да, на этот раз неплохо. Ха-ха-ха. Теперь у меня есть куча приемов с дубинкой. Это уже впечатляет лично меня, по крайней мере. И поэтому я пошел искать отшельника. Впрочем, давайте еще заценим эти самые приемы с дубиной. Было бы совсем даже неплохо. Ну-ка, какой из них мой самый быстрый? Самый быстрый вот этот. 24, 35, 35. Ну-ка, ну-ка, сильная, требует время на подготовку. А это что? Эта атака может оглушить врага. Ага. Клево. Клево. То есть, ясно. Фантастика. В чем разница? Они, по-моему, бьют одинаково и подготавливаются одинаково. Одна может оглушить, другая нет. Конечно, нужно пользоваться той, которая может оглушить. Очень странно. В любом случае, я попробую сразу согрушительный удар, который невероятно быстрый. Он, разумеется, убьет эту тварь. Попробуем произвести фантастику на тебя. Оглушу ли я тебя и вообще, может быть, ты умрешь? Нет, ты умрешь. Оглушать тебя толку нет. А дробилка? Да, блин, они, по-моему, подготавливаются одинаковое количество времени. И наносят, по-моему, примерно одинакового урона. В любом случае, блин. По-моему, мое новое оружие просто рулит. Это мне не надо. Ну, как не надо? Продам, продам. Деньги продам, да, точно. Короче, пошел искать, все. Теперь точно пошел искать отшельников. Я нашел... Я нашел целый дом. И он реально... Ой-ой-ой, к бою. Блин, я не хочу готовиться, блин, к бою, блин. В общем, суть в чем. Этот дом, сгоревший, он реально находится чисто к северу от города. То есть, действительно, есть маленькая возможность, что там, возможно, когда-то там жил этот хренов парень, которого я ищу. Но, с другой стороны, конечно, это крайне маловероятно. Черт. Берем все и... Ну, да. Просто дом, просто сгоревший. Откуда взялся, непонятно. Продолжаю искать парня, наверное, по большому счету. Нашел сундук. Но сундук, кажется, охраняем. С другой стороны, охранник почему-то на меня не нападает. Очки ущерба плюс 23! Вау! Выносливость, пузырек скорости, деньги и рецепт снятия магии. Угу, понятно. Что я взял? Серьги, по-моему, я взял безумные такие. Безумные серьги! Вау! Плюс 23! У меня было плюс 4! Ни черташ себе, а! Попробуем вступить в бой с этим уродом. А, что? Че? Че? Ну, ладно. Не знаю, что это, но, наверное, это по квесту. Вау! Конец мира! Вы только зацените. Дальше только вода. Ну и бой со всякими гадами. Что ж, по-моему, я обошел более-менее всю северную часть города. То есть набрел вот на эти руины. Ну, как руины? На сгоревший домик. На такую, типа, костерище набрел. Не очень интересное. Ни черта там не увидел. И, в общем, как-то, блин, как-то безрезультатно, в общем. Безрезультатно. Вот честно вам скажу. Поэтому, думаю, нужно продолжать болтать здесь со всеми. Найти целителя, опять же, по более-менее основному квесту. Возможно, даже отнять меч. И, может быть, когда я отниму меч, мне тогда скажут, где этот хренов гад. Что я делаю с кинжалом, пока не знаю. Так что, если вы знаете, вы можете мне об этом написать. Вообще, всякие вещи, которые я делаю неправильно, или могу сделать иначе, вы можете мне об этом написать совершенно спокойно. Ибо, я думаю, особо сильно заспойлерить у вас не получится. Я очень на это надеюсь. Ну что же. Это был Фреймистер. Мы увидимся с вами в следующий раз, когда я буду еще лучше изучать этот город. Бай!